Родственница звезды НХЛ Евгения Малкина не осталась в стороне от общегородского субботника. Пока нападающий забивает шайбы за пингвинов Питтсбурга, Ирина Малкина, вооружившись метлой, убирает свой двор в Самаре. Команда единомышленников на Арцебушевской 3А собралась сплоченная. Дружно выйти на субботник никого уговаривать не пришлось. Ну стыдно оставаться в стороне безучастными, равнодушными и потом посмотреть на результаты ее труда. Нам, конечно, хочется ее поддержать, чтобы наш дом был лучшим, чтобы у нас люди общались, чтобы наши дети играли. Организовывает жизнь во дворе уже не первый год председатель ТСЖ Татьяна Мушкарева. Новый год, масленица и субботник – лишний повод собраться вместе, в том числе и за праздничным столом. Но до чаепития жильцы привели в порядок детскую площадку, газон и парковку. Это весной. Они три раза выходили на уборку прошлогодней листвы и мусора. Нужно любить свой дом. Жить как-то с любовью к людям, к народу, к Самаре нашей родной. Очень много цветов мы будем высаживать. Вот у нас все будет в розах, в цветах. Вот не представляю, какая красота будет. Даже лучше, чем в прошлом году. Вот я и хочу, чтобы вся Самара, все жители не жаловались в дворах. Ах, у нас там что-то так-то, чтобы вышел каждый житель, убрал. Не только свой участок, прилегающий участок. Как будто услышав призыв неравнодушных самарцев, вышли на субботник и жители двора на Никитинской 66-я. Здесь они затеяли глобальную перестройку. Начали с уборки опавшилиствы. Закончили демонтажом старого забора и асфальта. Благоустройству помогли молодежный парламент, городские депутаты и администрация железнодорожного района. На этой территории раньше стояли гаражи. Старые металлические гаражи, как бы незаконные. В прошлом году, соответственно, гаражи были убраны. Решили сделать на этом месте красивый сквер. Скамеечки решили не делать, потому что это сопряжено, опять же, с тем, что люди будут отдыхать и нарушать покой жителей. Поэтому решили, что это будет просто прогулочная зона. Красивая прогулочная зона, которая будет радовать глаз и давать возможность здесь гулять. Разбивать новый сквер на Никитинской будут с учетом пожеланий местных жителей. В этом году сказали, что мы будем здесь сажать красивые деревья, чтобы можно было дышать. Красивые цветы, очень красивые. Там и гортензия, там и прекрасная сирень такая, что она вот прям вот разная-разная. Кто сажать будет и присматривать за этим? То есть, естественно, мы. Железнодорожный район убирали всем городом. Самый массовый субботник прошел в парке Щерса. Он, кстати, участник федеральной программы формирования комфортной городской среды. Проголосовать за этот объект с сегодняшнего дня жители Самары могут на сайте 63.городсреда.ру. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.